МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Промышленная добыча газа. Стратегическое направление развития экономики любого государства не является исключением и российская держава. 50 лет назад началась разработка первых месторождений за Уралом, а на стыке 70-80-х годов 20-го столетия газ впервые побежал по Томской земле. Газопровод Нижневартовск-Парабель-Кузбасс длиной в сотни километров обеспечил более экономичным и экологически чистым, чем уголь и мазут, голубым топливом промышленные гиганты Кемеровской области. Созданное для эксплуатации газовой магистрали предприятие «Томск Трансгаз» учреждает Александровское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Общая протяженность газопровода составляет 1162 километра. В зону ответственности Александровского ЛПУ входит 664 километра магистральных газопроводов, 17 километров отводов газораспределительным станциям, 2 одноцеховые компрессорные станции в Александровском и Вертикосе и 8 газораспределительных станций. 35 лет назад основной задачей Александровцев, помимо эксплуатации части газопровода, стало строительство компрессорной станции в неподалеку расположенном селе. Весь коллектив находился у нас в Раздольном, это 25 от Александрова, и жили в вагончиках. В прошедшие, впоследствии, там Веславин Леонидович Томачев принял решение построить в Александрово улицу, назвали ее именем замминистра Оруджева Сабида Таевича. И потихонечку, в течение пяти лет, мы практически все переселились в Александрово и перешли на вахтовый метод работы. Василий Котов возглавлял Александровское ЛПУ на протяжении 10 лет с 1982 по 1992. Вспоминает, магистраль возводили в разных климатических и географических зонах, включая обширную болотистую местность. Специфика строительства совсем скоро вылилась в ожидаемое, но все равно неприятное поведение магистрали. На устранение последствий ушло время. Труба была построена в основном, линейная часть, это в зимний период времени. После того, как она улежалась, начали пускать компрессорные станции, на линейной части начали возникать арки. Ну, длиной метров по 400-500, и в середине под ней мог проехать трубовый плачек. Это, ну, будем говорить так, аварийное состояние. Народ был работящий, в общем-то, все горели работой, и к осени мы практически вот эти места ликвидировали. Борьба с периодически всплывавшей трассой требовала постоянного пребывания в режиме, можно сказать, боевой готовности. Однако ремонтные бригады действовали настолько слаженно, что совсем скоро к услугам Александровцев стали прибегать на других участках магистрального газопровода. Например, под Володиной или Чижимто. К началу 90-х газопровод до Кузбасса уже находился в системе «Газпрома». Впрочем, создание газового гиганта не избавило тружеников газодобывающей промышленности от необходимости выживать. Когда стало совсем тяжело, приняли меры. Подсобное хозяйство – это не просто там посадить огороды, хотя огороды у всех практически были. У Александрова появилась ферма крупного рогатого скота, цинарник лошади. Поэтому готовили сено. По осени люди получали мясо по себестоимости, по той стоимости, что мы выращивали. За счет этого и выживали. Анатолий Воробьев возглавил Александровское ЛПУ в самое тяжелое время – в 92-м. Кризис, разрыв экономических связях, перебои в поставках сырья и сбыти готовой продукции дестабилизировали многие отрасли промышленности. Однако газовики на поводу у конъюнктуры не пошли, не позволяя себе подвести партнеров на юге западносибирского региона. В те годы мы качали миллион в час с кубов. 24 миллиона в сутки было. Это достаточно много. Проблема была еще в том, что отсутствие снабжения сказывалось на том, что не было запчастей для техники вездеходной, для автомобильной техники. А трассу надо обслуживать. С агрегатами было чуть попроще. Главное, чтобы был очень сильный коллектив. Люди, которые имели опыт для работы. Причем люди очень хорошо подготовленные. Но вот это и позволило выставить вот эти нехорошие времена, так скажем. В 97-м году у руководителя Воробьева добавилось хлопот. Вертикоское и Нижневартовское ЛПУ преобразовали в промышленные площадки и включили их в состав Александровского управления. К тому времени назрела необходимость капитального ремонта, построенной в советские времена трассы. Поставленные задачи всегда выполнялись в срок. Я не помню ни одного момента, сколько провел дневых работ. Особенно в стадии проведения капитального ремонта меняли полностью всю нитку газопровода от Нижневартовска до Вертикоса. Ни разу не помню ни одного случая, чтобы были такие вот происходили сбои. 40 градусов мороза приходилось греть, лампы жужу называли, картер любой техники, трубоукладчика, вездехода. Потом уже, конечно, появились гаражи. Для повышения надежности газового маршрута большая часть трассы, построенной в однониточном исполнении, была продублирована второй ниткой. Это позволило осуществлять работы по капремонту магистрали без риска отключить потребителя от голубого топлива. Я в должности главного инженера, Владислав Иванович Бородин был директором. И когда мы пролетали по газопроводу и понимали, что вот это все мы должны отремонтировать, то есть, по сути дела, построить заново, тяжело в это верилось, что сможем что-то сделать. И тем не менее, ну, практически, наверное, около пяти лет вся эта задача выполнялась. И когда была поставлена последняя точка, вот большие огневые работы, эта работа была завершена. На самом деле, тут была определенная гордость, что мы смогли, что это сделали. После объединения Александровского линейно-производственного управления магистральных газопроводов с Александровским управлением аварийно-восстановительных работ численность персонала предприятия выросла почти вдвое, составив в 2009 году 554 человека. Сегодня Александровское ЛПУ – это три промышленные площадки, пять производственных баз, две компрессорные станции. Зона ответственности предприятия начинается с Нижневартовского газоперекачивающего завода и заканчивается акваторией реки Васюган. Сейчас, конечно, немножко проще работать, потому что совсем другая техника, совсем другие условия. Вряд ли кто-то сможет всерьез поспорить с тем, что полностью отдаваться труду в условиях Крайнего Севера, а к нему приравнена добрая половина районов Томской области, сможет только тот, кто не вынужден считать дни до зарплаты, кто твердо уверен в завтрашнем дне, невзирая на нестабильность экономики. Только такому коллективу по плечу действительно серьезные задачи, выполнимость которых поначалу может даже и не вериться. Позади работы по реконструкции, а фактически по строительству новых компрессорных станций в Александровском и Вертикосе. Все это происходило в годы, когда ЛПУ возглавлял Владислав Бородин. Руководитель управления с 2008 по 2014 годы курировал капитальный ремонт линейной части газопровода, реконструкцию ГРС-1. Мы проходили трассу, начинали с ремонта крановых узлов, ремонта компрессорных станций, жили в простых вагончиках. Сейчас Александровское линейное производственное управление – это самое сильное управление трансгаза, как мы говорим, северный фортпост, на который можно положиться и поставить любую задачу. Несмотря на новый качественный уровень эксплуатации с использованием малолюдных технологий и автоматизации, когда из диспетчерской в Томске можно управлять объектом, расположенным за сотни километров, на предприятии продолжают трепетно относиться к своим работникам. Мы очень рады, что у нас есть такое предприятие в нашем селе. В принципе, нам помощи освобождать неоткуда, но газовики никогда не отказывают, начиная с транспорта, заканчивая выделением каких-то средств на приобретение игрушек или еще чего-то. Уровню социальной поддержки газовиков и их семей в Александровском районе действительно можно позавидовать. Сложно сказать, что было бы с райцентром, если бы рядом не прошла в свое время нитка газопровода. И все же это случилось, дав селу импульс для дальнейшего развития. Мы все работаем для блага населения, а в том числе и для тех людей, которые работают у нас в Газпроме. Они также помогают в формировании бюджетных мероприятий. Все мы жители нашего села, и мы хотим действительно достойно здесь жить, воспитывать своих детей. Не забывают в Александровском ЛПУ и ветеранов, тех, кто ковал славу предприятий на протяжении долгих лет. Здесь есть совет неработающих пенсионеров. Им индексируют пенсии, помогают в ремонте жилья, готовят подарки к праздникам, предоставляют возможность отдыха в любой здравнице страны. В ЛПУ чтят этих людей, делая все для того, чтобы отдавшие жизнь на благо газовой отрасли не чувствовали себя обделенными и забытыми. Я очень жалею, что я уже возраст не тот. Я так хотела поработать еще в такой организации, честное слово. Это очень положительная организация во всех отношениях. Это примерная организация. Раньше были мы, нефтеразведчики. Это была элитная организация, это были мы. Все, наше время прошло, давайте ваше время пусть будет такое же. Может быть, еще лучше. А этим людям еще только предстоит вписать свои инициалы в славную историю Александровского ЛПУ. Учащиеся 25-го профессионального училища имеют все шансы стать частью предприятия. Главное – прилежно учиться и схватить за хвост мечту. Тогда все обязательно получится. Предприятие же непременно поможет, причем еще на этапе обучения. Чтобы создать себе дальнейшую гарантированную, квалифицированную помощь в лице выпускников, надо не просто ждать его готовым, а, естественно, вложить в него душу, сердце, средства и так далее. Это и проведение учебных практик на производственной площадке ЛПУ, это и преддипломные практики. Решать ключевые вопросы самого отдаленного, если не считать стрижевого, муниципального образования Томской области районной власти помогает местная дума, наполовину составленная из работников Александровского ЛПУ. Народные избранники понимают, дело, за которое они отвечают, по большому счету является общим. У нас тесный контакт, и я должен отметить, проработав пять лет с думой, существующей на сегодня, я всегда отмечал, что мы находили взаимопонимание, конструктивные решения какие-то принимались, и эту поддержку я всегда чувствовал от депутатов. 35 лет форпостом компании «Газпром Трансгаз Томск», Новосюганском и Александровском Севере остается Александровское линейно-производственное управление. Для человека возраст близкий к зрелости, но еще такой, когда каждый чувствует себя молодым. Примерно так же оценивают его те, кто трудится в компании. «Предприятие в корне изменилось. Конечно, оно сейчас, вот, 10 лет я работаю, на 10 ступеней вверх оно и ушло. И я надеюсь, что так дальше будет. У нас пенсионеры, которые работали бы, узнают, когда, приходят к нам, они такие же подвижные, молодые, здоровые, и они себя не чувствуют, пенсионеры, а что же мы 35-летние-то будем себя старики загонять?» Все без исключения работники готовы к реализации нового амбициозного проекта главной компании – строительству газопровода «Сила Сибири-2», который пройдет через Алтай и принесет газ промышленности Китая. Успех в его воплощении зависит от совместных усилий. «Он пойдет в параллели с нашим газопроводом, газопроводом, который мы эксплуатируем. Это НГПЗ «Парабель-Кузбасс» до Володина. С Володиной он поворачивает. Из Новосибирской области мы уже пойдем параллельно газопроводу «Новосибирс-Барнаул-Бийск». Пойдем в сторону Ташанты и там уходим через потолку». Без сомнения, такое масштабное строительство придаст новый импульс развитию села. «Если это будет, то тогда появятся еще рабочие места, больше будет работы у газовиков, но, естественно, благоустройство всех населенных фонтов вдоль трассы тоже будет. Возьмите «Вертикос», там 700 человек живет. Третья часть населения работает у нас. Неудивительно, что упомянутое село за последние годы сильно изменилось. В 2008-м при содействии газовиков была построена новая школа. Открыт здесь и ведомственный жилой комплекс. Десятки лет работники Александровского ЛПУ формировали общность людей, которую смело можно назвать «газовым братством». О том, что газовики – одна большая и дружная семья, с гордостью говорят представители всех поколений тружеников «Севера». Коллектив очень мощный, коллектив способен на большие подвиги и своим трудом уже не раз доказывал свою ценность и практикой то, что ему по плечу любые задачи. Молодежь Александровского ЛПУ, не теряя времени, уже сейчас вносит свой вклад в корпоративный дух предприятия. У нас существует объединение, Совет молодежи ОМО, Дню семьи и верности. У меня появилась такая идея создать конкурс, чтобы в нем участвовали все семьи. Чем они занимаются, чем они живут, вообще показали себя. И все работники бы увидели, что мы не только работаем, но и отдыхаем. Александровское ЛПУ отмечает юбилей. Отдых здесь заслужили впереди десятки, сотни рабочих будней, к которым нужно подготовиться и морально и физически. Но все это будет не сегодня. Сегодня праздник. Поздравляю газовиков. У меня муж газовик, у меня сын газовик, у меня зять газовик, друзья газовики. То есть, ну, как понимаете, мы же живем в селе, все друг друга знаем. Хочу, чтобы процветала ваша организация, чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы. Большего развития всем, всему предприятию, большого развития, обязательно, конечно, воплощение всех тех идей, которые на сегодняшний день у них есть. Я всегда помню село Александровское, вас всех помню. И желаю вам, вашим семьям, мирного неба над землей и успехов в труде. Очень приятно обратиться к своему коллективу. Поздравляю вас с юбилеем. 35 лет. Ну, видно, что много сделано. Появился новый уже состав, молодежи много. Ну, и я хотел бы, чтобы вы так же успешно работали, как и ваши предшественники. Надеюсь, что честь газовика вы поддержите. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, дорогие наши ветераны, Я от всей души хочу вас поздравить с прекрасным праздником, с юбилеем, с 35-летием Александровского линейно-производственного управления. Хочется пожелать, как настоящим сибирякам, прежде всего, крепкого сибирского здоровья, счастья вам и вашим близким. И самое главное, терпения. Терпения в нашем нелегком трубе и удаче, которое необходимо для реализации дальнейших наших планов. С праздником, дорогие земляки! Северный форпост Томского газа работает на благо региона в течение уже 35 лет. Это стало возможным благодаря главному активу предприятия, его работникам, чье трудолюбие из года в год позволяет решать любые поставленные задачи. Семь пятилеток успеха позади, а впереди новые горизонты и дальнейшее развитие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова